Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях известный психолог и писатель Александр Державин, которого мы всегда рады видеть в нашей студии, Александр. И сегодня заключительная программа такого цикла, три единого цикла заботы о себе, которая помимо питания, движения, о которых мы рассказывали в предыдущих программах, сегодня посвящена стрессу, отдыху, то есть всевозможным направлениям отдыха. То есть как заботиться о себе, чтобы избежать стресса, и как научиться правильно отдыхать, чего мы, конечно, не всегда правильно делаем, потому что не умеем правильно отдыхать. Как все это правильно делать и подведем итог нашему циклу. Итак, стресс. Я думаю, что что такое стресс, в принципе, всем хорошо известно. Вопрос... Многие стресс воспринимают, Татьяна, как напряжение. На самом деле, у стресса... Что такое стресс, да, хотя несколько слов. Как сказал Ганс Илье, это положительная сторона, есть у стресса, есть отрицательная. Например, когда человек возвращается ночью по темной-темной улице, у него возникает стресс, это нормальный стресс, он входит в состояние бдительности. То есть у него запускается такая поисковая активность, где бы побыстрее пройти. Это хорошая форма стресса. Но когда человек едет днем, куда бы он ни шел, и ему постоянно тревожно, это уже нехорошая форма стресса. Поэтому вот простым языком стресс бывает положительный, бывает отрицательный. Мы сейчас поговорим об отрицательной форме стресса, когда стресс забирает слишком много сил. Симптомы, Александр, сразу вот. Стресс – это реакция. Это реакция организма человека. Ну, как она выглядит у человека? Как она выглядит? Человек напрягается. Он чего-то волнуется, тревожится, боится. Плохо спит. И последствия какие? Это потеря энергии, это плохой сон, это нарушение настроения. Это самое главное. Потому что стресс проявляется на разных уровнях. Он проявляется на уровне эмоциональном, на уровне чувственном, на уровне интеллектуальном. Он проявляется на уровне тела. Он проявляется на уровне поведения, на уровне ценностей. Пять уровней проявления стресса. Если человек положительно думает, он получит положительные результаты в этой жизни Если человек думает отрицательно, ой, как все плохо, в состоянии стресса именно так человек и думает Поэтому формируется негативное мышление в стрессе Конечно, я хочу сказать о негативном мышлении, которое у нас формируется почему-то моментально А позитивное мышление, оно формируется у нас достаточно долго Поэтому говорит ли это о том, что мы постоянно пребываем в состоянии стресса, поскольку негативное мышление в нас присутствует? Человек постоянно пребывает в состоянии стресса. Есть две причины. Их много, но сегодня я выделю две, которые будут понятны всем. Стресс от полученной информации не от качества, а от количества той информации, которую мы получаем. Возьмем интернет, телевизор, наружная реклама. Куда бы мы ни пришли, нам везде что-то продают, предлагают, куда-то зовут, зазывают, звонят и так далее. И человеческий мозг просто испытывает стресс от потока информации. У нас проблема нашего времени – это поток информации, это шумовая завеса вот эта. И человек порой не слышит себя, не чувствует свои потребности, свои желания, потому что у него в голове каша уже от этой информации. Это первая причина. Вторая причина стресса – это не получение желаемого результата. То есть человек что-то предполагает, что-то хочет, но получает, или точнее не получает, потому что ему нужно. И он испытывает стресс. Например, если он что-то не получает в личной жизни, в отношениях – стресс. Если он что-то не получает на работе – стресс. Если он что-то не получает в своей карьере и в материальной жизни – стресс. Потому что он не получает, у него возникают негативные мысли, он пребывает во внутреннем таком плохом настроении. Конечно. И как следствие стресс оседает на пяти этих уровнях. На уровне мысли негативные – негативные чувства, негативное поведение агрессивное, конфликтное. Негатив проявляется в теле в виде усталости, напряжения телесных блоков и негативной ценности. Я неудачник, жизнь не удалась, всё плохо. Почему мне так не повезло? Всё. И всё это благодаря тому, что человек выдал неверную реакцию. То есть на уровне понимания реальности у него почему-то так устроено в голове, что всё должно соответствовать его потребностям. И вы знаете, меня, Татьяна, так удивляют люди, которые очень ярко что-то начинают комментировать, выражать. У них текст наполнен претензиями. А я единственное хочу, вот знаете, взять этого человека, подвести к зеркалу, к зеркалу и сказать, вот смотри, вот в отражении ты видишь единственную причину всего, что ты сотворил в своей жизни. Больше никого нету, только ты. То есть ни страна, ни обстоятельства, ни время, ни ближайшее окружение, ничего. Но ему удобно человеку искать причины в других. Человеку так удобно. Знаете почему? Потому что не каждый может проявить силу покопаться, поковыряться в себе и сказать, что причина-то во мне. Конечно. И взять ответственность на себя. Взять ответственность на себя и стать волшебником своей жизни. В хорошем смысле слова. Я не говорю это как мифическая сказка. И изменить это. Вот есть такой глагол «мочь». От слова, вот у нас слово «могу», «могу», «мощь». Это однокоренные слова. То есть, что я могу. Или у нас есть другие глаголы. Должен, обязан, нужно. То есть, из слова «нужды», из слова «обязательств», «должностований». Или я хочу, умею, могу. Так вот, надо переключиться. Из этих глаголов, вот в эти глаголы, поверьте, стресса в вашей жизни станет очень мало. Почему? Потому что вы начнёте понимать, что причина причин всем обстоятельствам, ситуациям, событиям и условиям жизни – вы. Каким образом это входит в вашу программу заботы о себе? Переключить внимание человека на себя. То есть, убрать стресс из жизни, да? То есть, знаете, перекодировать его в хорошем смысле, в кавычках я говорю это слово, я не занимаюсь никаким гипнозом, кодированием. Переориентировать его реакцию на положительную, чтобы он убрал интенсивность реагирования. Чтобы он «а-а-а, со мной это произошло». Ну и что произошло? Хорошо. А ты что, не знал, что так жизнь устроена? Что люди рождаются, умирают, теряют, приобретают, живут, не живут? Ну то есть, вот иногда меня удивляют человеческие реакции. Вот меня бросили, а ты что, не знал, что так жизнь устроена? Что тебя могут бросить, оставить, могут появиться эти люди. Как ты довел до того, что… Сегодня оставили, завтра… Нашли. Нашли. Ну то есть, это жизнь. Сегодня заработал, завтра не заработал. Все зависит от того, с какими мыслями ты начинаешь этот день. Что ты сам себе пожелал. И очень многие ждут каких-то результатов, не работая внутри, над собой. И я удивляюсь нашему менталитету, пусть мне позвонят и со мной поспорят, если кто не согласен. Большинство мечтают проснуться богатыми, счастливыми, влюбленными. Друзья, а усилий-то вы будете прикладывать для того, чтобы у вас это в жизни было? Многие говорят, а что вот я для этого должен сделать? Поработать над собой, внутри. Создать правильный образ, позитивный образ. Итак, Александр, хорошо. Как? Что нужно сделать в плане заботы о себе, заботясь о себе, чтобы поменять это все? Какие-то пару простейших… На уровне ценности. Вот мы говорим, пять уровней работы со стрессом. На уровне ценности. Скажите, что… Управление. Как управлять стрессом? Практически все в этой жизни, ну кроме форс-мажора, стихийных бедствий, зависит от вас. Зависит от вас. Отношения, они зависят от вас. Финансовое ваше положение, оно зависит тоже от вас. Ваши болячки, диагнозы, симптомы и реакции, да на это тоже можно повлиять, в общем-то. В принципе, да, что-то возникает, но ведь это же не просто возникло. Не на ровном месте возник диагноз. Вот жил-жил человек, говорит, ой, ну надо жил-жил, раз и умер. Да нету слова «раз» и «умер», нету такого словосочетания. Не суди, не зная целого. Давай посмотрим историю этого человека, и вы увидите, что он не раз и умер, а что это раз формировалось 10 лет, а потом он умер. Поэтому нету ничего, чтобы возникало на ровном месте. Ни бедность, ни проблемы со здоровьем, ни проблемы в отношениях. Ничего не возникает на ровном месте. Хорошо. Что нужно сделать, чтобы начать менять, как вы говорите, вот эту парадигму, вот это отношение к себе в плане заботы о себе? Первое – убрать претензию. Претензию. Давайте уберем претензию. Давайте перестанем тратить энергию, потому что в стрессе человек находится в истощенном состоянии. Что такое стресс негативный? Негативная его сторона – это большая потеря энергии. Так лучше не сидеть, хвататься за голову и сетовать, боже, какая у меня ужасная жизнь. Ты одинаково потратишь энергию. Если ты будешь сидеть и горевать, или если ты будешь сидеть, придумывать планы, действовать. Энергия тратится вот на весах, одинаково абсолютно. Так сделай выбор в пользу действий. Ты мастер своей жизни. Ты хочешь попробовать чего-то достичь. Зажги в себе этот огонь. Достигаторство. Как это правильно сказать? Достигаторство. Достижение. Достижение, да. Нужно так и так сказать. Так, следующее что? Второй очень важный момент. Создай конструктивный, позитивный образ в своей голове самого себя. Потому что я очень часто своим клиентам задаю вопрос, а как вы себя представляете? Вот вы в своей голове, вот в вашем воображении, вы в какой форме живете? Вот я такой там хлюпенький, слабенький, ну я утрирую, да, уже без деталей. Вот мне там не везет, вот я одинокий, сижу дома у окна, или я там одинокая, не могу никуда примкнуть, ничего купить. Потому что я себя это... А вы можете представить другую картинку? Ведь за это никто с вас, за спрос денег не берут, да? Попробуйте, да? Попробуйте. А вы можете представить картинку, как вы, к примеру, позволили себе качественный отдых? Вы поехали туда, куда вы хотите, вы купили одежду, которую вы хотите, без излишеств. Вот соблюдая принцип меры, да, вот который у меня и в питании, и в движении. Принцип меры, самый первый главный принцип, принцип меры. Без излишеств. Хорошо, это есть какой-то, я не знаю, какой-то настрой ежедневный для человека. Поделитесь, что это такое? То есть как менять свои мысли, свой настрой, то есть как управлять собой так, чтобы предупредить этот стресс, чтобы начать менять минус на плюс. Да? Вот смотрите. Пойдемте в сторону плюсов. Глагол настрой, да? Есть такое понятие настройка прибора. Да. Вот настраивается прибор, настраивается автомобиль. Вот мы покупаем компьютер, мы не садимся и работаем на нем. Мы что делаем? Мы настраиваем. Мы качаем туда какие-то программы, мы делаем как-то интересный интерфейс, навигационную систему запускаем, которую нам удобно. Заводим какие-то папки на рабочем столе и так далее, да? Да. То есть нам еще нужно настроиться на отдых, нам еще сегодня с вами нужно настроиться. Да, настроиться на отдых. А времени у нас не так много. И, соответственно, человек, да, он сам себя настраивает. Вот есть такое понятие накручивает. Вот ты себя настрой на какой-то позитив. Поэтому, подводя итог, вот как управлять стрессом, какой механизм? Вот нельзя управлять стрессом, просто став позитивным в мыслях. Это комплекс. Вот самый главный принцип, который нельзя нарушать, что управление стрессом – это всегда управление только на пяти уровнях. Если один уровень выпадает, вы еще пока не мастер управлять стрессом. Это всегда пять. Хорошо, давайте напомним еще раз. Там еще есть, конечно, и другие уровни, бессознательные. Я беру элементарные уровни. Давайте первое. Позитивные мысли. Негативные мысли меняем на позитивные. Многие говорят как? Просто скажите слово «переход». Или 10 раз скажите слово «переход», 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 «переход». Все, поверьте, ваши негативные мысли станут менее интенсивными. Управлять на уровне эмоций. Зашкаливают, фонтан, страсть, все, разругались, голову хватаем, зачем я это сказал. Знакомая ситуация. Значит, что мы делаем? Мы переходим в состояние равновесия. Многие опять же задают вопрос «как? Ну как?» Что произойдет слово «равновесие?» Да, нужно отключиться от источника стресса, дистанцироваться, просто уйти. Физиологически уйти, физически. Если он в одной комнате, вы уходите в другую. Если он в этой квартире, вы выходите на улицу. Многие просто не могут управлять аффектными эмоциями. И для этого им нужна дистанция. Второй способ управления – это дыхание. Мы о нем уже говорили. Дыхание называется «четыре пятерки». Пять на вдохе, пять на паузу, пять выдох и пять задержкой. Все. Сколько таких циклов нужно? Десять раз? Десять раз. Хорошо. Вот работа с дыханием. И следующий момент, что касается эмоций, эмоционального фона. Включите позитивное ресурсное место. Вспомните какой-то парк, лес, город, страну, где вы были. И где вам было хорошо. Я говорю, многие, ну как? Я говорю, в паспорте носите эту картинку, эту фотографию. Если вы не можете на телефоне открыть, вы в паспорте прямо распечатаете и носите. Я вам серьезно говорю, потому что у меня есть два клиента, две клиентки точнее, которые носят в паспорте эту фотографию. Это называется мотивирующее фото. То есть оно мотивирует на ресурс. Оно напоминает, да? Оно переключает очень быстро. Потому что вот так вот человек, ну и правда, это опять психология, тип личности, но мы переходим к следующему уровню. Это тело. Во время стресса тело напрягается. Многие говорят, как? Ванна солью. Ванна с солью. Пачка. Днем, утром, вечером. Только на ночь. Только на ночь. Только на ночь. Десять минут. Вода должна быть чуть теплее температуры вашего тела. Вот вы должны войти в эту воду, и вы ее должны практически не чувствовать. Многие горячие в ванне. Нет, горячая не нужна в ванне. И холодная не нужна. Перед сном за полчаса, десять минут, не более. Вот ничего здесь нельзя нарушать, никакой импровизации. Десять минут вы входите в воду, и вы ее чуть теплее чувствуете. Ванна с солью. Полежали, окунулись, оплоснулись, вышли. Вот это снимает, это я говорю, экспресс-методы, которые убирают и помогают нам управлять стрессом. Поведение. Следующий уровень, предпоследний. Здесь очень важно нам выйти из конфликтных точек. То есть, если вы чувствуете, что вы не можете управлять конфликтом, друзья, самый простой способ – взять паузу. Поставьте на паузу вот эту конфликтную точку. И следующий, последний – это уровень ценностей. И мы сегодня коснулись такой фразы, как «не суди, не знаю целого». Да, это очень важно. Очень важно всегда знать ответ на вопрос, куда ты движешься и как. Что у нас есть у каждого внутри какая-то своя концепция того, что для нас является ценным. И знаете, Татьяна, вот я нашел одну вещь, что пока человек дышит, у него всегда есть выбор в этой жизни. Абсолютно с вами согласна. И всегда есть шанс что-то изменить в своей жизни. И человек сам добровольно лишает себя этого выбора. Конечно. И он решает, делать ему это или нет. Потому что всякие, знаете, вот эти такого рода, как мы говорим, причины, да, это все… У тебя есть выбор. Оставаться тебе в конфликте. Оставаться тебе в негативном сценарии. Оставаться тебе с негативным… Ведь понимаете, человек никто к этому не принуждает. Он сам решает, что он будет жить негативно. Он сам решает, что он будет испытывать эти негативные чувства. А вот эта претензия, ну я же не могу по-другому, так извини. Ты или управляешь собой, или ты собой не управляешь. У тебя же никто там за веревочки не дергает. Ты только сам можешь себе эти регулировать, эти настройки сделать. Вот мы говорим, что такое настроение? Это значит, ты сам себя настраиваешь. Настроил, да. Это не то, что «Ой, я встал с хорошим настроением». Значит, ты с хорошим настроением заснул. Не просто так появилось у человека хорошее настроение. Хоп, и свалил с неба на него хорошее настроение. Это значит, он правильно поел вчера. Правильно подвигался. Правильно подвигался в соответствии с вашей программой «Забота о себе». Правильно настроил себя. Абсолютно точно. И правильно отдохнул, о чём бы хотелось поговорить в заключении нашей программы, потому что осталось немного времени. Очень важная форма отдыха – это сон. То есть, стресс, как бы последний пункт заботы о себе и обратная сторона стресса. Вот мы говорили про ванну, и вот здесь я хочу добавить. Вот вы за полчаса, и самое главное – научитесь правильно спать. Правильный сон – это когда вы просыпаетесь без будильника, когда у вас уже есть такой биологический ритм в организме, что организм отдохнул и встал. Один врач мне сказал, я не болею, потому что я высыпаюсь. После этого меня настолько зацепила эта фраза, и я стал читать литературу про то, что такое сон. Сонологи до сих пор не могут до конца понять, что это такое, что это за форма движения и форма существования нашего организма, где настолько сильно восстанавливается организм. И вот человек должен спать столько, сколько берёт организм. То есть это тоже индивидуально у каждого человека. И многие начинают, вот, я не могу то, там, это, это причина. Это всё отговорки. Если вы поставите задачу выспаться, вы выспитесь. Но вы должны для себя организовать таким образом время и пространство, чтобы вы выспались, чтобы вы вошли в норму сна. Опять же, многие говорят, женщина должна спать 8 часов, 9 часов, мужчина должен столько. Нет, индивидуальный режим. Кто-то спит 4, это для него достаточно. Просто люди в разном возрасте по-разному спят. И разное количество часов спят. Вы должны найти свой режим во время сна. За полчаса до сна не должно быть никаких раздражителей. Самое главное зло в наши дни – это мобильный телефон. Если вы отвечаете на мобильный телефон за 30 минут до сна, вы возбуждаете вашу гормональную систему. Что такое наша гормональная система? Она запускает все сигналы здоровья нашего организма. Поэтому у нас должен вырабатываться мелатонин, который вырабатывается только в горизонтальном положении, в темноте и только в тишине. Мы можем не уснуть, но нам надо полежать в это время для того, чтобы мелатонин запустил всю сигнальную систему здоровья и долголетия нашего организма. У англичан это время называется beauty sleep. То есть красивое время. И считается, что молодость и долголетие обеспечат только это время с 11 до часу. С 11 вечера до часу ночи. Да, это beauty sleep. Я слышу, что с 10. Вот знаете, Татьяна, чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Да. Вот вообще, мне говорят, когда надо засыпать? Когда вы только почувствуете… С заходом солнца, как говорят некоторые. Нет. Ну, живут же так тоже по солнцу. Засыпать надо тогда, когда захотел организм. Вот вы почувствуете, что вас тянет ко сну. А многие говорят, вот, я жаворонка, я сова, я против. Нету ни жаворонков, ни сов. Есть индивидуальный режим. И многие люди, которые сидят и работают там, говорят, вот, у меня творческая работа, я работаю до 3, до 4. Ради Бога. Может, это ваш индивидуальный режим. Но у вас должен организм взять норму сна. Может быть, вы днём спите. Но вы должны… Мы же знаем, что одна из казней была лишение человека сна. Мы же знаем, в Средневековье одна из форм казни была лишить человека сна. И человек умирал. Это форма питания организма. И многие не знают, что одна из форм питания нашего организма – это сон. Сну нужно придавать огромное значение. А в некоторых культурах сон – это ритуал. Да. Потому что считают, что наш организм на какое-то мгновение умирает. Он входит вот в этот тонат. Или переходит в другое… Тонатосостояние. Да, другие миры, другие изменения. И очень важно. Сон может быть и 40 минут. Насколько организм расслабился в этот момент. Опять же, мы говорим о качественности, правильно? То есть, какого качества сон? Какого качества? Ванна, за 30 минут никаких раздражителей, музыка, звуки, общение. И самое главное – засыпать с позитивными картинками в голове. Не вот крутить в голове проблему. А вы скажите себе. Вот сейчас я разрешаю себе вот с 11 вечера и до утра, до 7 утра не думать об этом. У меня отпуск. Сейчас я своей голове… Как хорошо, действительно. Правда. Вы сами себе отпускаете… Беру себе отпуск на ночь. На ночь. Да, я беру себе отпуск. На сон. Своей голове я устроил отпуск. И своим чувствам. Вот сейчас, вот завтра наступит 7 утра, и я включусь в эту историю. И многие, конечно, приводят эту известную фразу «я об этом подумаю завтра» и так далее. Но это нужно сказать себе и договориться с самим собой. Поэтому сон нужно сделать нейтральным. Это должно быть некое пространство, где вы и правда отдыхаете. И следующая, конечно, очень важная форма отдыха – это путешествие. Ничто так не переключает человеческое сознание, как путешествие. Но у нас, слава богу, стали появляться правильные туристические агентства, туристические эксперты. Вот, например, я думаю, не будет рекламы, если я произносил имя, или это нельзя делать. Нет, лучше… Лучше мы не будем говорить. Но я недавно познакомился с одним экспертом, и она мне открыла такое правильное понимание. Она говорит, вы знаете, Александр, путешествие выбирается под стиль жизни и под наполнение, под содержание жизни человека, страна, выбирается город. Есть вот такой замечательный, да, там, кому интересно, можете мне позвонить. И есть специалисты, которые это подбирают, под каждого человека. Как интересно. Конечно, потому что для кого-то поехать, например, в Австралию – это будет разрушительно, а кого-то поехать, например, в Прибалтику – будет созидательно. Потому что поездка может быть очень сильно наполнена эмоциями, переживаниями, поездка может быть наполнена большими физическими нагрузками, перевалы, переходы. Поездка может быть наполнена какими-то большими финансовыми затратами, и тогда для человека эти финансовые затраты превратятся в стресс. Потому что он не рассчитался, а я вам правду говорю, люди ехали, рассчитывали на одну сумму, вернулись, а дальше они берут кредиты и так далее. Зачем вот этот кредитный отдых? Это тоже стресс. Конечно, конечно. Понимаете? Поэтому культура отдыха, она формируется из стиля жизни человека. Некоторые психологи говорят, что даже достаточно раз в неделю просто куда-то уехать, там, за город, вот совсем даже недалеко. Главное поменять место. Простой прием. Простой, просто, вот абсолютно простой. Сделайте себе отпуск на один час. И скажите, вот сейчас, это мне сказал учитель по йогатерапии, он говорит, сделайте себе отпуск на один час. Нет возможности на один час. В отдыхе очень важный принцип. Отдыхать нужно своевременно. Отдыхать нужно точно так же, как и питаться и двигаться, не по расписанию, а отдыхать нужно своевременно. Индивидуально. Естественно, что мы слышим в ответ. А у меня график на работе, мне поставили отпуск в сентябре. Друзья, есть отпуск на один час, есть отпуск на один день, есть разные-разные приемы и техники, если вы не знаете как, заходите в мой инстаграм А.Державин или звоните мне, и я вам расскажу, как надо отдыхать. У нас тоже, к сожалению, график программы подошла к концу, поэтому, Александр, огромное вам спасибо за прекрасный рассказ и массу полезных вещей. Поэтому ждем вас снова в нашей студии с вашими новыми какими-то системами и методами рады будем применить их всегда. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Заботьтесь о себе, действительно, с пользой о себе, и тогда ваша жизнь наполнится счастьем, радостью, здоровьем, и не только вашей жизни, но и жизни ваших близких. Помните об этом. До встречи через неделю, и обязательно будьте счастливы. Продолжение следует...